Совсем скоро стартует Евровидение, которое пройдет в Роттердаме на великолепной Ахой-арене. Откроем тайну, мы уже знаем, кто одержит победу. Интересно? Тогда досматривай это видео до конца. А пока предлагаю обсудить все, начиная от скандалов, которые случились уже на первых репетициях до самых ярких номеров будущих участников гранд-финала. На связи Вика и шоу АПП, а ты смотришь Евро в этом году? Пиши да или нет, ставь лайк под этим видео и пиши свои прогнозы, кто же победит. Только-только начались первые репетиции и уже скандал. Участница нынешнего конкурса европейской песни от Кипра Элена была заподозрена в плагиате. Мало того, что девушка по заявлению критиков прославляет дьявола синглом Эль Диабло, так еще и мелодия практически целиком и полностью взята с хита Зары Ларсон «Love Me Land». Сейчас в сети поднялся нешуточный резонанс, а миловидную даму грозят снять с конкурса за нарушение установленных правил, которым на минуточку в этом году исполняется целых 50 лет. Традиционно девушки на конкурсе выступают в уникальных костюмах, которые специально отшиваются по индивидуальным эскизам. Однако уже на первых кадрах со съемок шоу стало понятно. Скандала не избежать. Дело в том, что у участницы с Мальты, Молдовой и Албании одинаковый наряд. Конечно же он отличается кроем, однако цвет, фасон и структура идентичны. Добавим сюда обилие страз и блесток на костюмах всех участниц этого трио и получим неприятные разборки, которые вряд ли утихнут в ближайшие пару дней. Шеф Натальи Гордиенко Филипп Киркоров сказал, что его платье уникальное и переделывать он ничего не будет. Его платье? Все может быть. Несмотря на все меры предосторожности и проведение 2021 не обошлось без участия коронавируса. Пару дней назад участница из Украины сдала экспресс-тест, который показал положительный результат. Группу Go A называли в числе фаворитов конкурса, ведь их сингл «Шум» получился на редкость удачным. Спустя время ситуация нормализовалась, ведь тест на COVID был взят с нарушениями. А вот кому точно не повезло, так это участнику из Польши Ральфу Бразовскому, который будет выступать на сцене в онлайн-формате путем трансляции его номера на огромный экран. Год назад фаворитами Евровидения были Little Big и The Rook из Литвы. Ситуация не изменилась, и экстравагантная группа готова покорить своим номером Европу. Участники даже запустили свой флешмоб, где члены делегации должны танцевать в фойе своих номеров под их заедающий трек «Дискотека». Обычно такие перформансы не остаются без внимания, так что The Rook вполне могут побороться за победу и провести 66-й конкурс Евровидения в Вильнюс или Каунас. Из года в год на шоу появляется персона, которая претендует на номинацию «Краш года». В 2018-м домные мужские вздохи забрала представительница Кипра. А спустя три года эта награда наверняка отправится в Грецию. Оборожительная 18-летняя Стефания с песней «Last Dance» произвела на публику впечатление не только своим стильным номером, но и ангельской внешностью. Девочка участвовала в детской версии Евровидения, так что опыт имеется. Несмотря на то, что букмекеры ее ставят только на 10-е место, все может измениться, ведь голоса сильной половины пола в женских номерах решают как никогда. Евровидение не видит границ. С такой формулировкой выступают отечественные эксперты, когда пытаются посмотреть номер участника от Германии под ником Джендрикс с песней «I don't feel hate». Дело в том, что официальный клип на сингл выражает радужный ЛГБТ-контекст, сочувствуя и всячески поддерживая сексуальные меньшинства. Сам исполнитель является открытым гомосексуалом, о чем он не раз заявлял в интервью. Несмотря на толерантность Европы, после репетиции его поставили аж на 29-е место, отдав ему долю в 1% от возможной победы на конкурсе. Ну а что же тут говорить про Россию, если бы этот представитель приехал к нам, то явно бы у него здесь были проблемы. От какого-нибудь Милонова или Толстого. Ну что, переходим к фаворитам конкурса и пойдем мы от самого неочевидного варианта. Западные критики просто писают кипятком от номера Манижи. Во-первых, русская девушка поет про феминизм. Это ли не прорыв? Действительно, где Россия, а где феминизм? А во-вторых, сам номер вызывает самые настоящие эмоции восторга. Огромное платье в виде матрешки на колесах и сотни девушек, которые хором поют песню с Манижей. Это сильно. За последнюю неделю перед первым полуфиналом уроженка Душамбе поднялась на 9 строчек в итоговом рейтинге. Так что при стечении обстоятельств именно она сможет повторить успех Димы Билана, которому в этом году исполняется целых 13 лет. Вот кто действительно будет бороться за хрустальный микрофон, так это Джи Джонс Тирс с песней Toot Eye Universe. На родине молодого 22-летнего человека прозвали королем лирики. Ведь все его песни наполнены глубинным смыслом. В своем номере он задействует самые передовые технологии и контрастные декорации, которые дополняют его высококлассный вокал. По данным Бумеров, гражданин Швейцарии должен быть в тройке, однако многие его поклонники из СНГ уверены в безоговорочной победе своего кумира. А какие твои прогнозы? Исландцы всегда выделялись экстраординарным подходом к созданию номеров. И если два года назад это был фильм «50 оттенков кожи и латекса», то теперь это современный киберпанк 2021. Группа с невыговариваемым названием привезла в Голландию космическую тематику. Помимо одного стиля одежды, они еще играют и на футуристических инструментах, которые точно деформировала земная гравитация. Как бы то ни было, они делают шоу, и всем это нравится. Сейчас их ставят на четвертое место, однако все может измениться уже после первого полуфинала, который состоится уже завтра. Боди Позитив снова в моде, ведь сначала на Евровидении победу одержала пышка Нета Барзилай с синглом «Той». А теперь по ее стопам идет триумфатор детского конкурса и проведения «Дестинай». Уроженка островного государства привезла в Роттердам стильную и яркую композицию, клип на которую набрал почти 10 миллионов просмотров. Музыкальные критики бьются в настоящем экстазе, а девушка получает настоящее удовольствие от нахождения на сцене. Посмотрим, чем обернется ее выступление. Однако, судя по кадрам, это настоящая заявка на победу. В последние 10 лет Франция посылала на Евровидение или фриков, или откровенных бездарей. В 21-м они решили вернуться к корням и отправить на конкурс новую «Эдит Пиаф». Барбара Прави представит трек «Вайла», который не нуждается в ярких декорациях. Чувственная мелодия доводит до мурашек, а букмекеры пророчат ей минимум второе место. Сейчас миниатюрная француженка в прямом смысле стала надеждой целой нации, ведь Париж не принимал конкурс аж с 1977 года. Ну и победу по опросам зрителей и музыкальных экспертов одержит Манескин, Италия. Эта страна всегда делала ставку на традиции, однако в этом году решилась на смелый эксперимент. Победители фестиваля Сан Рэма представят сингл с «Дети Ябуони», снабдив его огненным шоу. Рок на итальянском звучит модно и по факту реально качает. Неудивительно, что эти парни могут победить в конкурсе и привезти Евровидение в Рим, который соскучился по этому празднику европейской песни. Финал Евровидения состоится 22 мая. Пиши в комментах, будешь ли ты смотреть этот конкурс. Ну а если ты хочешь вторую часть этого обзора, давай наберем 10 тысяч пальцев вверх. Тогда мы сделаем вторую часть и сделаем обзор всех годов. Подписывайся на канал и нажимай колокольчик. Пиши в комментарии, за кого ты болеешь. Делись этим роликом с друзьями, чтобы записать свои прогнозы и потом посмотреть, кто был прав. С вами была Вика, увидимся завтра, всем пока!